В детском саду номер 99 старые деревянные окна меняют на пластиковые. Деньги на это предусмотрела Дума в рамках исполнения наказов избирателей. Мэр города Вячеслав Сверчков проверил ход работ. В следующем году заведующая будет просить денег на асфальтирование территории, чтобы сад отвечал тем самым требованиям безбарьерной среды. Ведь среди воспитанников трое с ограниченными возможностями здоровья. Просить помощи заведующей придется не только у властей. Но и у родителей. Львиная доля всех работ ложится на их плечи. Родители нашего детского сада постелили линолеум в группах. Интерьеры детского сада пообновлены. Сделан кабинет дефектолога, усовершенствованный кабинет психолога. Это все силами сотрудника детского сада. В детском саду номер 74 работы гораздо масштабнее. Здесь проводят капитальный ремонт фасада. Здания 30-х годов постройки утепляют и укрепляют. Подрядчик обещает закончить с ремонтом к сентябрю. На этот сад выделено более 6 миллионов рублей. И лишь благодаря этой сумме удалось избежать закрытия. Конечно, такие деньги достаются немногим дошкольным учреждениям. Практически в каждом детском саду идут работы. Поэтому вопрос, где капитальные вот такие работы, таких немного детских садов. А так, примерно от 100 до 300 тысяч, как правило, на каждый детский сад выделено. И поэтому где-то косметические работы, где-то крыши подделывают. Но в основном, конечно, работы капитальные идут вот таких, где-то около 5 детских садов, где идут большие серьезные работы по городу. Когда наружный ремонт закончится, потребуется генеральная уборка внутри. И тут силами сотрудников не обойтись. На помощь придется позвать родителей. Пока только все отмоют. А вот на следующий год планируют внутреннюю отделку. Если денег опять выделят. Отметим, что на ремонт садов города в 2012 году предусмотрено около 30 миллионов рублей. И это на 129 садов.